МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На канале ТВ-2 вы смотрите новости общественного телевидения Наукограда в студии Антонина Лемкова. И Евгения Андреев, здравствуйте. Сначала коротко о главных темах выпуска. В детский праздник награду получил взрослый. За спасение ребенка бейчанин удостоен благодарности. Под креативным камуфляжем транспортное средство не распознать. В Наукограде состоялся парад колясок. Отговорки не принимаются или как нарушители пытаются откосить от штрафа? Награда за спасение. Сегодня в городской администрации честовали бейчанина, который в апреле снял сальдины школьника. Сергея Сапронова отметили благодарственным письмом. Напомним, в середине апреля во время ледохода на льдине оказался ребенок. На ней мальчик проплыл примерно километр, при том, что температура воды в реке была около 0 градусов. На помощь пришли сотрудники лодочной станции «Буревестник», которые, как предчувствие буквально за пару часов до сообщения о происшествии, достали из гаража лодку. На ней Сергей Сапронов и добрался до замерзшего школьника. За спасение ребенка он отмечен благодарностью главы администрации Бийска. Такие люди мы вот здесь как бы живем. Мы не можем спокойно, что он плывет и вот он орет «помогите». Мы можем, вот вы хоть не знаю кто, не оставите человека. Все равно какую-то помощь надо оказывать. Масштабные праздники, посвященные Международному дню защиты детей, прошли сегодня в Бийске сразу на нескольких городских площадках. Главные мероприятия состоялись на стадионе «Юбилейном». Отметить окончание учебного года и начало летних каникул пришли сотни юных бийчан со своими родителями. Мы, взрослые, должны делать все от нас зависящее, чтобы для ребят это замечательное время, время детства было действительно неповторимым, действительно незабываемым, действительно светлым и счастливым. Полсотни школьников из 19 общеобразовательных учреждений Наукограда сегодня были отмечены премией главы администрации. В разных номинациях награду получили победители, призеры краевых и международных олимпиад, спортсмены, а также учащиеся, добившиеся в 2014 году высоких результатов творческой деятельности. Для всех гостей праздника была подготовлена большая программа с участием вокальных и хореографических коллективов города. Желаю всем, маленьким бийчанам, успехам, взрослым бийчанам, креплениям, всем вместе, здоровья, мира, депла, и, конечно же, счастливого лета. С праздником! Праздники для детворы сегодня прошли не только на разных площадках Наукограда, но и в районах края. Например, в селе Мало-Енисейское свои возможности объединили местные предприниматели и работники Дома культуры. О том, какой в результате получился праздник, знает Ирина Дубицкая. Ей слово. Сегодня это кафе в Мало-Енисейском работает не в обычном режиме. В 10 часов утра его двери открылись для особых посетителей. Все столики забронированы исключительно детьми. Сегодня в кафе сосредоточился весь цвет енисейской детворы. Активисты, спортсмены, отличники. Иван – футболист. Уже завтра ему уезжать на соревнования в другой город. Но сегодня Иван Крылов в числе почетных гостей. Лето – это прекрасно. Сегодня первый день лета. Я очень счастлива, что я прожила этот сучебный год. Я думала, не выживу. У Ваниного друга Тимофея сегодня двойной повод для радости. Ведь 1 июня он отмечает свой день рождения. Я лично считаю, что это очень хорошо. Из-за того, что два праздника в одном совмещаются. Сегодня в меню кафе вкусное угощение, хорошее настроение, радость и веселье. Местный предприниматель Владимир Анатольевич уже несколько лет устраивает в День защиты детей праздник. Свежие булочки, коктейли, попкорн – все бесплатно. А планы у него и вовсе масштабные – подарить селянам парк площадью около гектара. Если бы администрация Убийского района выделить нам вот эту землю, отдаст под парковую зону, то мы готовы за свой счет здесь разбить сельский парк с большой детской площадкой. Посередине будет фонтан большой. А через час праздник переместился на соседнюю площадку. В Малый Енисейский дом культуры пришли 200 маленьких жителей этого села. Сегодня у нас представление музыкальное, игры, танцы, рисунки на асфальте, ну, конечно, призы. Такой же праздник состоялся сегодня и в Большом Енисейском. А накануне детвору поздравляли на горе Пикет в Сросках. День защиты детей в Бийском районе прошел при поддержке депутата Государственной Думы Александра Прокопьева. Его общественная организация «Территория развития» привезла своих артистов. А в завершении праздника маленьких жителей Бийского района угостили гематогеном. Взрослые, не забывайте секрет детского счастья. Много подарков и разных угощений. И чтобы круглый год у нас был такой праздник. Я хочу еще, чтобы я... Ирина Дубицкая, Алексей Мельков, новости ОТН. Продолжаем выпуск. 50 ДТП с участием пассажиров детей. Такое количество дорожно-транспортных происшествий зарегистрировано в Алтайском крае с начала этого года. Сотрудники госавтоинспекции регулярно проводят рейдовые мероприятия автокресла детям с целью выявить нарушителей. ГИБДД напоминают, перевозка детей в возрасте до 12 лет в автомобиле допускается только при условии обеспечения их безопасности. Транспортное средство должно быть оборудовано ремнями безопасности с использованием специальных детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росу ребенка. Только за неделю сотрудниками Бийской дорожно-постовой службы составлено 18 административных протоколов. Зачастую, чтобы не платить штраф, нарушители пытаются найти себе оправдание. Оправдания бывают такие, что автомобиль приобрели они только сегодня или вчера, кресло не успели приобрести, или ребенок в кресло не влазит. Также им объясняют, что можно купить треугольник «Фест», который прикрепляется на ремень безопасности и можно пристегивать. Также говорят, что забыли дома, ребенка забрали от бабушки. Вот такие в основном оправдания бывают. Бийскому насильнику сегодня предъявлено обвинение. Ему вменяют два факта. Напомним, одно из преступлений было совершено в отношении 12-летней девочки. Два уголовных дела следователи уже объединили в одно производство. Борьба с преступлениями, совершенными в отношении несовершеннолетних, является одним из приоритетных направлений работы следственного отдела Бийска. В прошлом году туда поступило 132 сообщения о преступлениях, совершенных в отношении детей. За пять месяцев этого года выявлено 60 таких фактов. В этом году следователи возбудили два уголовных дела по факту причинения смерти по неосторожности несовершеннолетним. Дети погибли в результате пожара. Кроме того, возбуждено уголовное дело по факту суицида двух несовершеннолетних девочек. Всего же с начала прошлого года в суд с обвинительным заключением направлено 25 уголовных дел. Основными причинами, способствующими совершению преступлений, как в отношении несовершеннолетних, так и ими самими, это продолжает быть социальная напряженность, социальная неблагополучность, скажем так, в семье, какой-то семейный климат. Значит, алкоголизация населения, к сожалению, это часто подталкивает к совершению таких преступлений. Традиционно нашим отделом расследуются уголовные дела по фактам смерти, к сожалению, такие имеют место быть, по фактам безвестного исчезновения несовершеннолетних, по фактам половых преступлений, основную часть, да, занимают такие преступления. Это очень печально, да, к статистике, но она имеет место быть. Следователи отмечают, чтобы ребенок не нарушал закон, ему нужно подавать положительный пример. Необходимо установить с ребенком контакт, внимательно слушать его, вникать в его проблемы. При совершении в отношении вашего ребенка преступления обязательно обратитесь в правоохранительные органы. В следственном управлении работает телефон доверия «Ребенок в опасности». Его номер телефона 8 38 54 33 61 17. Продолжаем выпуск. Бийская прокуратура сегодня посетила два детских дома. Цель визита – не проверка учреждений по соблюдению норм содержания несовершеннолетних. Представители надзорного органа поздравили детей с праздником и каждому воспитаннику выручили подарки. Работники прокуратуры и ветераны приехали в детские дома, чтобы поздравить ребят с их праздником и подвели итоги конкурса детских рисунков. В нем приняли участие школьники младших классов третьего и четвертого детского дому. Тема творческих работ – планета Земля без войны. Сегодня в торжественной обстановке победителям вручили дипломы. Все участники получили благодарственные письма. Дети, принимавшие участие в конкурсе, получили в подарок от прокуратуры развивающие игрушки и наборы для творчества. Футбольным командам детских домов вручили спортивные мячи. Председатель Совета ветеранов органов прокуратуры Михаил Быков пожелал каждому из воспитанников исполнения всех желаний и теплого солнечного лета. Позвольте поздравить всех детей города, наверное, не города, а всего края с праздником. Пожелать, чтобы в этот день у них всегда было веселье, радость, здоровье крепкое. Празднование Дня защиты детей началось еще накануне. В это воскресенье состоялся городской семейный фестиваль «Наше чудо». Больше известный как парад колясок на площади у Дворца культуры Бийского улюмного завода побывала наша съемочная группа. Вот проезжает печь с маленьким емельем внутри. Следом шествует Маша, а вместе с ней и три медведя. Муха-цокотуха сверкает золотым рублем. В одно мгновение площадь у Дворца культуры Бийского улюмного завода превращается в сказочное место. Четвертый ежегодный городской семейный фестиваль «Наше чудо» традиционно начинается с парада детских транспортных средств. И в год литературы он посвящен русским сказкам. Сегодня мы в роли дюймовочки и бабушки, которая бабушка посадила горошинку. Из горошинки выросла дюймовочка. Но у нас должна быть внучка. Внучка заболела. Получилось, что внук сидит вместо дюймовочки. Пусть и называется это парадом, однако колонной по городу они не отправились, а выстроились у фонтана. Благодаря этому каждый гость праздника мог хорошо и внимательно рассмотреть ряженых. А рассматривать очень хотелось. Каждый экипаж, будь то коляска, велосипед или даже самокат, украшены были фантастически. Из обычных подручных материалов участники сотворили настоящие шедевры. И не только украсили транспорт. Сказочные костюмы бейчане переоделись целыми семьями. Я считаю, что среди пускай даже таких маленьких детей нового поколения нужно прививать любовь к родному краю, к русской культуре, к родной природе, к фольклору. А как не через сказки можно привить эту любовь. Мы сразу придумали «Буратину», «Золотой ключик», «Сказка Толстого», тоже русские, как бы участвуют в сказке, русские народные. Ну а я потом еще подумала поучаствовать в конкурсе зонтиков, вот, в роли Кармен. Украшение зонтов – новшество этого года. Каждый раз, кроме парада, организаторы придумывают что-то особенное – выставку фотографий или конкурс рисунков на асфальте. В этом году взрослыми детям предложили стать дизайнерами. Решила попробовать. Раньше думала, что неинтересно, а оказывается прикольно. Всего в фестивале приняли участие 33 семьи. Их дизайнерские находки и креативность поразили всех – и жюри, и гостей мероприятия. Однако победителей, проигравших в фестивале, нет. Памятные дипломы и ценные призы получили абсолютно все участники. Татьяна Сынаренко, Андрей Огрызков. Новости ОТН. В честь Дня защиты детей в селе Солоновка устроили настоящий праздник. Это нам стало известно от Ксении Сафроновой, участницы художественной самодеятельности Дома культуры. И она сейчас с нами на связи. Здравствуйте, Ксения. Здравствуйте. Что устраивали для детей? Рассказывайте. Сегодня в селе Солоновка прошло театрализованное представление, посвященное Дню защиты детей «Мы лучки солнца». Ребята окунулись в яркий мир сказочных героев, рисовали, отгадывали загадки, танцевали, участвовали в веселых конкурсах и эстафетах. Для детей были поставлены два бесплатных батута, на которых они прыгали и после завершения представления. Ребята и родители остались довольны праздником, о чем говорили их искренние улыбки на лицах. Здорово. Улыбки на лицах, а детей – это самая лучшая награда. Спасибо вам за звонок, Ксения, и до свидания. До свидания. Дорогие друзья, звоните нам в редакцию, рассказывайте о ваших праздниках. Пусть о них узнают все зрители общественного телевидения «Наукограда». Напомню, телефон 31 10 50. Мы с огромным удовольствием беседуем с каждым. Новости на сегодня это все, но эфир ОТН продолжается. Его продолжит калейдоскоп интереснейших программ и откроет его «Сам видел». Вы увидите забавные видеоролики, которые присылают телезрители. И поверьте, много разного и несуразного можно встретить в нашем городе. Ну, например, того же бобра, которого недавно взваляли из лужи. Так что не переключайтесь. Ну, а мы же на этом с вами прощаемся. И, как всегда, желаем приятного завершения вечера и всего доброго. Берегите себя и до встречи завтра. А впереди еще блок полезной информации. Не переключайтесь.